Это сирена, громкие чипы за неделю, страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в пять минут. Засекайте. Один пожар, две жизни. Под бобруйском сгорел дом. Как это было? Столб преткновения на двухполосной дороге. Не разъехались внедорожник с легковушкой. И обезьяна-воровка. В Индонезии примат средь бела дня утащил ребенка. Мы начинаем. Смертельный сон. Пожар в деревне Слобода унес жизни двух человек. Спасатели передали обугленные тела судмедэкспертам, но те установили личность лишь одного погибшего. Мой коллега Максим Кембель съездил на место трагедии. Минувшую ночь у Татьяна Швед не сомкнула глаз. Около трех часов ее спальня залилась будто дневным светом. Загорелся дом напротив. Женщина позвонила спасателям и бросилась на помощь соседям. Побежала, включила в колодцы провода все, которые у меня были. Начали тушить. Сосед прибежал, Василий Николаевич. Начали лить на забор, на этот дом, который рядом, чтобы не загорелся. Все попытки одолеть стихию оказались тщетны. Огонь взял постройку в плен, языки пламени устремились в небо. Двор застелил дым. На место ЧП приехали сразу пять боевых машин. Пожарные одолели стихию. После того, как было сбито пламя, температура немного спала, начались поиски пострадавшего человека. Стены обгорели, крыша обрушилась. Под обломками нашли два тела. На этом месте стояла кровать, на которой мужчина уснул и уже не проснулся. Бойцы МЧС вытащили трупы на улицу и передали судмедэкспертам. Погибшим оказался хозяин дома. Сосед был неплохой, но он пенсионер. Любил курить в доме. За это постоянно мы его ругали. Личность второго человека не установили. Пожар превратил дом в руины. Причину ЧП выясняют. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Помешал столб. На прикрестке у ЗАГСа легковушка врезалась в микроавтобус. Ровер несся по Гоголя, но у развилки владелец британца выжил педаль газа. Думал, проскочит. Мерседес двигался по главной. От удара большегруз вылетел к тротуару, снес знак и перевернулся. В результате ДТП произошло столкновение автомобилей. Последний опрокинулся. По факту ДТП проводится проверка. В результате ДТП обоим авто причинены механические повреждения. Люди в них не подстрадали. По факту ДТП проводится проверка. За выходные на дорогах области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек получили травмы. Около половины второго ночи в Могилевском районе 18-летний житель областного центра не справился с управлением собственного авто. Иномерка съехала в кювет и опрокинулась. Водители и 19-летний пассажир получили травмы. Еще одно ночное ДТП 1 мая в 3 часа ночи в Могилеве на Челюскинцев. 19-летний местный житель также не справился с управлением, в результате чего машина выехала на бордерный камень, врезалась в световую опору. Водитель получил травмы. Вблизи деревни Богушевка 31-летний бобруйчанин, управляя грузовиком, наехал на велосипедиста. В итоге последний получил травмы. Он, к слову, ехал по проезжей части и был нетрезв. Около полуночи 2 мая близ деревни Ламба возбили 32-летнюю бобруйчанку. Водитель скрылся с места ДТП. Пострадавшая за медицинской помощью обратилась только на следующий день. Позже в ходе оперативно-розыскных мероприятий шофер был задержан. Им оказался 46-летний житель Бобруйска. Недавно мужчину тоже лишали прав за пьяную езду. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения относиться к дорожной безопасности ответственно. Не рискуйте напрасно. И помните, ваша жизнь в ваших руках. В конце апреля в Бобруйске рано утром угнали трактор с двумя прицепами. Чуть позже наряд ГАИ задержал подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 27-летний бобруйчанин и 28-летний житель района. Оперативники уголовного розыска выяснили, накануне молодые люди приехали к знакомой в гости, а после застолья пустились во все тяжкие. Решили совершить прогулку по окрестностям и угнали трактор, воспользовавшись тем, что транспортное средство оказалось не запертым, а ключ находился в замке зажигания. Следователи возбудили уголовное дело. Трактор с прицепами возвращен владельцу в исправном состоянии. Дурман по сети. В Бобруйске задержаны двое местных жителей. Они, как сообщается, делали закладки по всей области. Молодые люди сотрудничали с интернет-магазином, который реализовывал запрещенные вещества. По заявкам покупателей выезжали на места, чтобы разложить товар по точкам. При себе у 22 и 23-летних бобруйчан было обнаружено изъято свыше 8 грамм психотропов. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля выявлен тайник в Гобельской области, в котором обнаружен почти килограмм наркотического средства марихуана, предназначенный для последующей реализации посредством закладок. Подозреваемые арестованы. Под Мостиславлем местной милиции задержан Volkswagen Passat. За рулем авто находился 47-летний житель Бобруйска. В салоне и багажнике мужчина перевозил 520 литров спирта. 104 пластиковые канистры незаконный предприниматель спрятал под задним сидением. Стоимость конфиската почти 2000 рублей. Жителю Бобруйска грозит привлечение к административной ответственности за незаконное перемещение спиртосодержащей жидкости по территории Республики Беларусь. В Индонезии средь бела дня на глазах у родителей обезьяна чуть не похитила ребенка. Примат приехал в город вместе с уличными артистами. В какой-то момент обезьяна на велосипеде подкралась к мирно сидящему малышу и похитила его. Тащить дитя долго не пришлось. Спустя пару метров животное бросило добычу. В итоге ребенок отделался несколькими царапинами и испугом. Это была сирена, но больше новостей ищите на нашем канале в ютубе и соцсетях. Я Кристина Рианс. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин